Стала известна полная программа Красноярского экономического форума. Напомним, он пройдет с 20 по 22 апреля в экспо-центре Сибирь. Что приготовил для гостей Красноярский край, узнаем у заместителя председателя комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания Края, постоянного участника экономических форумов Егора Васильева. Этим утром он в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас приветствовать. Да, действительно, это очень важное мероприятие, которое пройдет в нашем крае, если можно назвать мероприятием, просто серьезная вещь такая, действительно. Всегда она ознаменована тем, что очень серьезные спикеры приезжают, которых можно интересно послушать. И обычно это всегда очень важные, серьезные, высокие гости. Уже известно, какие будут? Ну, мы ждем, как всегда, цвет нашей российской экономики. Мы ждем, конечно, ведущих владельцев бизнеса, ведущих руководителей. Это и большие наши компании государственные, это и Сбербанк, там Герман Греф, например. И частные компании. Невозможно, я в этом уверен. Да, да. И большие, конечно, владельцы больших крупных компаний, в том числе представленных в Красноярском крае. Это и русские алюминии, и норильские никели, многие другие компании. Мне кажется, что это основной костяк. Ну и, конечно же, это эксперты, конечно же, это члены правительства Российской Федерации. Ну, как обычно, это очень большое представительное собрание. Всего в деловой программе КЭФа 2017 запланировано более 70 мероприятий. Ну, вот для жизни города и края какие самые важные хотелось бы отметить? Ну, надо сказать, что форум растет из года в год. И у нас вообще даже 4 полноценных дня у нас будет предваряться форум-конференция «Сибирский плацдарм», которая будет проходить в Сибирском федеральном университете. Это полностью будет посвящено Сибири и повестке, которая в Красноярском крае актуальна. На самом форуме также будет такая попытка заглянуть в будущее, в том числе и с точки зрения Сибири, с точки зрения вопросов, которые актуальны у нас. Это не только вопросы организационные, вопросы административного управления, вопросы экономического развития, но и такие прикладные вопросы, как, например, зеленая энергетика и современная зеленая экономика, вопросы экологии в Красноярском крае очень актуальны. Или, например, вопросы развития Арктики, вопросы развития шельфа, которые тоже для Красноярска очень актуальны. Вообще Красноярск такой регион, в котором сосредоточены все актуальные вопросы. И можно сказать, что повестка Большого форума напрямую перекликается с той повесткой, которая есть у региона. Традиция уже для экономического форума стала даже, наверное, можно сказать, визитной карточкой, такое спортивное событие, когда звезды приезжают, спортивные звезды, и, собственно, матч хоккейный проходит. Но все ближе и ближе у нас универсиада, и, наверное, спортивные события просто будут начнут перерастать во все отрасли. И можно ли уже сказать о том, каким образом, например, пополнится спортивная программа КФН на сей раз? Ну, я уверен, что мы не откажемся от спортивных, даже больше благотворительных матчей, которые будут на полях Красноярского экономического форума. Кроме того, мы сейчас перед эфиром обсуждали, будет забег, будет вообще такое вовлечение в спортивную жизнь. Да, 22 числа в 8 утра, ну, я так... Сергей просто уже собирается и даже зарегистрировал, коллег агитирует. Тоже благотворительный. Конечно же, наша задача привлечь внимание в первую очередь, и не только к спорту, и не только к здоровому образу жизни, но и к проблемам, которые есть. И в этом смысле участники делают сразу два дела. Ну, собственно, пропагандируют здоровый образ жизни и участвуют в неком благотворительном проекте. Ну, вот главное культурное событие форума — это концерт арт-группы Сопрано Турецкого. Помимо этого концерта, какие-то еще есть знаковые, может быть, мероприятия, концерты, спектакли, которые можно было уже сейчас озвучить? Ну, знаете, да. У нас вообще наши все театры, наши все творческие коллективы, конечно, готовятся к Красноярскому экономическому форуму, потому что уровень публики соответствующий, и необходимо показать все самое лучшее. Из тех вещей, которые будут впервые, конечно, хочется отметить «Библионочь». Это в нашей краевой библиотеке будет, вот как музейная ночь бывает, такая же будет «Библионочь». Она будет проходить прямо во время форума, и гости форума будут тоже приглашены. Это такой необычный формат, когда люди приобщаются к такому библиотечной культуре в необычное время и в необычной форме. Я думаю, что это будет здорово тоже. Можно пригласить всех горожан в том числе. А есть ли какие-то, скажем так, традиционные вещи, традиционный маршрут, по которым обязательно возят гостей? Ну, что-то вроде как перечень достопримечательностей города. Все, что нужно знать о Красноярске, выжимка такая. Мне кажется, что в этом году будет как раз необычный маршрут. Обычный маршрут мы все знаем, наши достопримечательности, наши видовые места, то, чем мы гордимся, там это из толбы. Толбы гостесовни? Да, да, да. То есть очень понятные маршруты. Но в этом году, мне кажется, что гостей форума будет интересовать другой маршрут. Это маршрут объектов универсиады, потому что мы понимаем, что мы готовимся к очень значительному событию, которое выходит даже за рамки федерального уровня, это мирового уровня события. И многих гостей форума по долгу своей службы или по своим предпринимательским каким-то интересам будет интересно посмотреть, как строятся объекты, где будут основные точки приложения усилий подготовки универсиады 2019 года. Ну что ж, 12 дней осталось. Я думаю, что этого хватит, чтобы действительно провести мероприятие на высочайшем уровне. Еще раз представлю нашего гостя. Спасибо за беседу. Депутат Законодательного собрания Край, заместитель председателя Комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев. Как у нас здесь помечено, частый участник экономических форумов. Спасибо огромное, что пришли к нам. Будем рады вас подсветить. Спасибо.